Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон потратил недели на поиски отлов азиатских гигантских шершней, а также привязку устройств слежения к насекомым. Они больно кусают людей, выплескивая яд, однако самую большую угрозу они представляют для медоносных пчел, от которых зависят фермеры, для опыления сельскохозяйственных культур. Гнездо было найдено в городе Блейну канадской границы, его размер составлял чуть больше баскетбольного мяча. По словам ученых, в нем находилось от 100 до 200 шершней. В субботу экипажи в толстых защитных костюмах собирали инвазивных насекомых из дупла дерева в большие канистры. Особые костюмы предотвращают от травм рабочих, спасая их от 6-мм жал шершней. Кроме того, рабочим пришлось надеть защитные маски, пойманные шершни могут плевать в глаза болезненным ядом. По словам ученых, дерево, которое заняли насекомые, будет срублено, чтобы извлечь новорожденных шершней и узнать, покинули ли уже улей какие-нибудь королевы. Власти подозревают, что в этом районе может быть больше гнезд, и будут продолжать поиски. На понедельник был запланирован брифинг о состоянии первого обнаруженного гнезда. Несмотря на свое прозвище и шумиху, которое вызвало опасения в и без того мрачный год, крупнейшие в мире шершни убивают не более нескольких десятков человек в год в азиатских странах. Между тем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, шершни, осы и пчелы, которые обычно встречаются в Соединенных Штатах, убивают в среднем 62 человека в год. Реальная угроза со стороны азиатских гигантских шершней, длина которых составляет до 5 см, это их нападение на медоносных пчел, которые уже находятся в осаде из-за. Им, хватает таких проблем, как клещи, болезни, пестициды и потеря пропитания. Опасное насекомое обычно встречается в Китае, Японии, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме и других странах Азии. Штат Вашингтон и канадская провинция Британская Колумбия – единственные места на континенте, где были обнаружены шершни.